И мы продолжаем рассказ с первых всемирных игр по боевым искусствам, тайский бокс на ваших экранах. Давайте пока краткое резюме по поводу прошлого боя Артура Кишенко. К сожалению, Артур Кишенко проиграл во многом потому, что он просто-напросто отвык, наверное, от тайского бокса. В последнее время он дрался в основном в кикбоксинге и ему было непривычно работать в этой манере. Но на ваших экранах сейчас опять представитель Украины Василий Терешонок и, наверное, самый титулованный тайландский боец, двукратный чемпион Люмпини, многократный чемпион мира по Муай-Тай среди профессионалов, лучший боец турнира «Контендер Азия» 2008 года, Еццэн Клай Фаер Тэкс. Главная интрига весовой категории до 75 килограммов – это противостояние самого титулованного тайца Еццэн Клай Фаер Тэкса и самого титулованного российского бойца Артема Левина, многократного чемпиона мира по Муай-Тай среди любителей. И я не побоюсь этого слова, скажу, что это лучший боец мира, вне зависимости от весовой категории, лучший тайский боксер, безусловно, вне зависимости от весовой категории, Артем Левин. И очень интересно будет посмотреть за его противостоянием в финале, если, конечно, это противостояние случится с Еццэн Клай Фаер Тэксом, потому что не так давно Артем и Еццэн Клай встречались между собой в профессионалах, и тогда Еццэн Клай Артема очень тяжело нокаутировал. Но Левин этого реванша хотел, Левин этого реванша ждал, и сейчас, я думаю, Левин этот реванш получит, если, конечно, Еццэн Клай победит очень крепкого, сильного и волевого украинца Василия Терешенка. По первому раунду можно сказать, что такое ощущение Василий немножко перегорел, работает он только на контратаках, вторым номером Еццэн Клай поддавливает, очень мало бьет, но, конечно, если сравнивать акцентированные удары, то здесь есть преимущество некоторое на стороне Еццэн Клая. Хотя бил он в этом раунде немного. Это прошел первый раунд, после первого раунда сложно давать какие-то прогнозы, можно лишь констатировать факт, Еццэн Клай работал первым номером, Терешенок выбросил чуть больше ударов, но практически каждый его удар был неакцентированным, что называется, только для того, чтобы попасть. Вот здесь было падение у Василия Терешенка, подскользнулся Василий, остается три раунда еще в этом бою работать, но Еццэн Клай это сильный, очень опытный профессионал и можно сейчас смело сказать, что от раунда к раунду Еццэн Клай будет только набирать обороты и Василию Терешенку сейчас придется непросто. В весовой категории до 75 килограммов в принципе собрано очень много сильных бойцов, помимо Еццэн Клая и Василия Терешенка в этом весе выступает. Так же Артем Левин, бьется здесь Дмитрий Валента, на этом турнире белоруса Дмитрия Валента не было, но это боец очень сильный, был он также чемпионом мира. Да, всемирные, первые всемирные игры боевых искусств поклонник китайского бокса, конечно, ждали, ждали их с нетерпением, ожидалось еще много противостояний. И Еццэн Клай Фэртекс изначально стало известно, что Буаукао Парпарамук не примет участие в весовой категории до 71 килограмма. Предполагалось, что Еццэн Клай будет в этом весе биться, но Еццэн Клай не смог сделать вес и сейчас он сражается в весовой категории до 75 килограммов. Вот посмотрите, что делает Еццэн Клай, в самом начале Еццэн Клай задел Василия Терешенко таким не сильным хайкиком и сейчас такое ощущение, что Еццэн Клай просто надломил Василия, прочитал его и начало первого раунда, второго раунда, первая минута, второй двухминутки осталось, конечно, за Еццэн Клаем. Еццэн Клай, как я предполагал, набирает обороты, все активнее, активнее он работает, а Василий Терешенок, да простят меня украинские болельщики, стал обороты немножко сбавлять. Если сложно сравнивать Еццэн Клай, Фэртекса и Тайропона Ди, это боец из Таиланда, бившийся в прошлом бою, то здесь разница лишь в том, что Еццэн Клай работает намного более акцентированно. Посмотрите, он бьет вроде бы немного, но каждый его удар, что руками, что ногами, это акцентированный сильный удар и Василию Терешенку не приходится, не просто попадает прямой удар левой Еццэн Клай по Василию, этот удар его потряс. Второй раунд заканчивается и здесь можно смело сказать, что этот раунд за Еццэн Клай, Фэртексом, практически каждый эпизод Еццэн Клай выиграл этого раунда. Ну и во многом потому, что Василий скорее всего перед боем перегорел, работает он исключительно вторым номером и пока у Василия не получается на равных противостоять с бойцом из Таиланда. Если говорить об Артеме Левине, то этот боец, он совсем не похож на Еццэн Клая. Артем Левин намного выше, его рост около 190 сантиметров, в то время как Еццэн Клай ростом, по-моему, около 175 сантиметров, то есть около 15 сантиметров разница. Артем Левин прекрасно двигается на ногах, Артем Левин, такое ощущение, уже сразу родился и знал, что будет биться в тайском боксе. По крайней мере, Артем Левин, только вдумайтесь, на крупных турнирах проиграл лишь однажды. И за свое поражение форвату Эмилию Зарая он уже дважды отыгрался и один раз они встречались. Вот здесь Артем Левин на первый день турнира победил Эмилия Зарая и вышел в полуфинал. Но мы возвращаемся вот сюда и попадает Еццэн Клай Хайкик. Не увидел Василий Терешонок вот этот удар и задел его Еццэн Клай только что, но меня, честно говоря, удивило, как легко Василий Терешонок выдержал вот этот удар. Показалось, что Хайкик Еццэн Клай пришелся точно в челюсть, но Василий Терешонок совсем его после этого удара не повело. Он продолжает биться, клинч. Стоит обратить внимание, что Еццэн Клай в клинче работает намного менее активно, чем Тайропон Ди. И вот такое складывается ощущение, что это не совсем его весовая категория до 75 килограммов. Да, он выигрывает, да, он в этом бою доминирует, но он не очень быстро, если, конечно, сравнивать с Артемом Левиным, боец для этой весовой категории. Но это во многом связано с тем, что это первое выступление Еццэн Клая по любителям. Еццэн Клай профессионал, одержал на профессиональном ринге Еццэн Клай 168 побед из 213 проведенных поединков. Вот такая статистика у Еццэн Клая. Для профессионалов, и прежде всего тайских профессионалов, отличает то, что это бойцы, которые работают не на очки, это бойцы, работающие на качество. То есть тайцы довольно редко бьют вот этот хайки, когда попадает Еццэн Клай, но попадает он высоковато. Тайцы редко работают на очки, тайцы работают на акцент, именно на сильное попадание. Именно сейчас мы это видим в бою Еццэн Клая Фэртекса и Василия Терешонка. Еццэн Клай Фэртекс – это не родное имя вот этого бойца. Здесь он представлен как Йитханонг Фурат. Под этим именем проходит на этом турнире Еццэн Клай Фэртекс – это его настоящее имя, но тайландские бойцы редко бьются под своим именем. В данном случае Еццэн Клай – это имя тренера этого бойца, а Фэртекс – это название клуба, известнейшего тайландского клуба, где и тренируется боец. Брать имя тренера – это очень распространено в Таиланде. Как правило, имя берут тренера, то есть в данном случае это Еццэн Клай, или как в случае Буакао Парпарамук – это Буакао. А второе имя, то есть фамилия – это берется по месту, где боец тренируется. Еццэн Клай – он Фэртекс, Буакао – Парпарамук. Вроде есть у Василия Терешенка локальные успехи. Попадает Василий, только что он встретил Еццэн Клая встречным тайским типом. Вот сейчас хорошая была скрутка в исполнении Еццэн Клая Фэртекса, но, к сожалению, Ецццэн Клай завалился вместе с Василием Терешенком, и дополнительных очков ему за эту скрутку не дадут. В Таиланде есть правило, что если один из бойцов постоянно лежит на стиле ринга, то ему некогда не дадут победу. Несмотря на то, что вот, например, как сейчас Еццэн Клай без проблем бросает, даже укладывает Василия Терешенка на стиле ринга, проходя этот поединок в Таиланде, у Василия Терешенка не было бы никаких шансов на победу. В данном бою, как мне кажется, Василий Терешенок тоже явно бой проигрывает, но в любителях нет таких строгих ограничений. В принципе, боец может падать, боец может вот так уклоняться от боя. Ну, судьи это, конечно же, отметят, но, в принципе, победу даже после такого ведения боя могут дать и этому бойцу. Ну, все, бой закончен. Еццэн Клай Фэртекс побеждает по очкам, побеждает уверенно. Особенно Василий Терешенок дал Еццэн Клай неплохой бой, но уровень тайца, конечно, сказывается. Доминировал он на протяжении первых трех раундах. В четвертом раунде Василию удалось несколько раз по тайцу попасть, но все равно даже в четвертом раунде, как мне кажется, Еццэн Клай выиграл. Было две, им проведено довольно удачных скрутки. Показали только что публику, и посмотрите, обратите внимание, как много женщин на этом турнире. Еццэн Клай Фэртекс побеждает. В этот же момент на другом ринге бился Артем Левин. Поединок Артема Левина нам не показали. Напоминаю, что настоящее имя Еццэн Клай Фэртекса Йод Ханон Фэртекса Но под этим именем его знают разве что родные и друзья. В мире этот боец известен под именем Еццэн Клай. Крэн Пи, второй раунд. Не трейд. Это самые интересные моменты второго раунда, последнего раунда. Да, здесь Еццэн Клай явно в этом бою выиграет. Вот, хороший хайкик. Это, если мне память не изменяет, он был нанесен в третьем раунде.